Приветствую вас. Я прочитал ваш вопрос, такой довольно коротенький вопрос у вас. Посмотрел он, у вас этот вопрос совершенно не первый, вы задавали уже ранее один вопрос, где описывали свою проблему молодым человеком, который бегал за другой девушкой и который проявлял к вам симпатию, да, который как-то вот что-то делал вроде бы как для вас, ну, который, видимо, так и не стал для, опять же, вас, ну, кем-то большим может быть, который не стал для вас кем-то более серьезным. Кроме того, если я правильно вас понял, то вы довольно сильно были в нем заинтересованы, довольно сильно вас были кинуть чувства и тяжело вам от него вот как-то отдаляться было. Ну, опять же, поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. Но мне вот показалось именно так. Сейчас вы пишите о том, что есть у вас, значит, парень, который вроде как, которому вы нравитесь, но который совершенно не нравится вам. И вы спрашиваете, что делать? Знаете, довольно интересный, конечно, вопрос вы задаете. Что делать, если не нравится парень? То есть, что делать, если я парню нравлюсь, а мне парень не нравится? Вот что в этом случае делать? Вы знаете, я думаю, что в первую очередь нужно понять, как вы будете с ним выстраивать отношения. То есть, если он вам противен, то почему противен? Сразу, вот почему противен? Ну ладно, он может вам не нравится, ладно, он может вас не устраивать. Но противен, именно противен, почему? Понимаете? Это вот, на мой взгляд, такой очень важный момент. Момент, почему противен? В чем его именно противность для вас заключается? И понимаете ли вы, что тот факт, что он противен для вас, это не его проблема, а эта проблема скорее ваша. Это значит, первое, да? Это первое. Значит, далее. Вы говорите о том, что вам не нравится. Значит, скорее всего, вам он нужен. То есть, вам нужно, чтобы вы ему нравились. Вы этого, скорее всего, хотите. То есть, вы хотите ему нравиться. Вам необходимо, и ему нравится, и есть вопрос в том, для чего. Вот у меня, например, сложилось такое впечатление, что вам нужно ему нравиться, чтобы как-то компенсировать то, что с вами произошло в контексте. Предыдущего молодого человека. Если это так, то вы, по сути, не завершив на эмоциональном уровне одни отношения, что вы поступаете сразу в другие. И это, конечно же, вас очень сильно измазывает. Ну, потому что нельзя. Невозможно выстраивать отношения с одним человеком, значит, не закончив отношения с другим. Это невозможно. Невозможно сделать. К сожалению. Значит, и в этом контексте я спрашиваю вас о том, чего вы сами хотите. То есть, вот, вы говорите, что делать? Ну, при прочих, эээ, равных условиях, вам нужно по сути-то дел с ним расходиться. Вам нужно по сути-то делу от него отдаляться. Вам нужно по сути-то делу просто сказать ему, прости, прости, дорогой, как бы, проблема не в тебе, проблема во мне, ну и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но вы же этого всего не говорите, получается. И возникает вопрос. Почему? Что вам мешает? Это сказать. И вот именно о том, что может мешать, вам это сказать. И стоит разбираться. Какой у вас мотив терпеть человека, который вам, грубо говоря, неприятный. То есть, это вот, по сути, такие, знаете, два направления. То есть, направление первое, это понимание того, почему он противен для вас. И второе, это, эээ, зачем вам терпеть то, что он, по сути, это дело вам противен. То есть, зачем вам это, для чего вам это нужно. Вот я полагаю, что данные аспекты являются очень и очень важными при определении ответа на ваш вопрос. Объективно вы парня поменять не сможете, который вам противен. Ну, просто потому, что он вот такой, и к этим ничего нельзя поделать, к сожалению. А вот вам можно изменить к нему отношение, если есть желание, или от него отдалиться. Но для этого, как я уже сказал, должны быть определенные у вас мотивы. То есть, если мотивов недостаточно, а вот как мне кажется, что все-таки недостаточно у вас мотивов от него отдалиться, то вы будете терпеть его поведение по отношению к себе. Значит, вы будете терпеть то, что он вам может быть даже неприятен. Вот, все это вы будете терпеть, опять же, только потому, что он вам нужен для чего-то своего, для чего-то вот своего личного. Вот это, на мой взгляд, нужно исключить. Потому что в противном случае вы не будете счастливы, он не будет счастлив, ну и, в общем, оба вы будете страдать. Мне бы этого не хотелось. И вам, я уверен, тоже этого бы не хотелось. Поэтому в этом направлении, пожалуйста, пытайтесь подумать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...